Вновь востребованная ржавчина. Для меня этот термин имеет такое же значение, как и старая гитара, которая лежит со все еще не написанными в ней песнями. Лежит и ждет, чтобы кто-то ее взял и дал ей вторую жизнь. И это то, что я люблю. Я сделал это со многими своими машинами. Я видел машины, которые стоят где-то в поле в Канзасе, и я всегда думал, что у них есть много чего-то нерассказанного. Нужно просто вернуть эти машины обратно к жизни. Это как возрождение машины. Так же, как и человек, в определенные этапы жизни проходит свое так называемое возрождение. Есть множество способов заново родиться, и я думаю, эти машины заслуживают еще один шанс. Я Джеймс Хэтфилд, муж, отец, певец и гитарист в группе под названием Металлика. И я одержим машинами. Я рос в Южной Калифорнии. Мой отец каждый раз привозил домой что-нибудь подремонтировать. Будь то машина или маленький катер, или еще что-то. Он всегда сидел в гараже. В нашем доме был такой постоянно творческий поток, и я такой тоже думаю, я тоже хочу. Постоянно что-то происходило, или в музыкальной комнате, или в гараже, и это мои два любимые места. Когда я рос в Калифорнии, в Южной Калифорнии, вокруг меня люди интересовались скоростью, созданием хат-радов, созданием чего-то нового и крутого. Ну это, или что-то построить такое, что можно с собой взять на плоские соленые озера. Для меня это всегда была скорость. И как-то в мире искусства я познакомился с артистами, кто были в одном таком клубе для автомобилистов. И я подумал, круто, конечно, но почему именно этот клуб? И там я познакомился с парнем по имени Деннис Макфейл, кто делал дизайны по некоторым моим татухам. И он привел меня на одно из этих кар-шоус, и я познакомился с битниками. И он как бы так проспонсировал меня в этот клуб. И там я начал тусить с этими гениальными артистами, такими как Хуан Франко, Джек Руди и много других ребят, кто или в тусовке тату, или в тусовке кастомовых машин, имеют очень большой авторитет. Ну и я. История моего воспитания – это когда отец ушел, когда мне было 13, мать умерла, когда мне было 16. И так семьи не стало. С тех пор я все время искал что-то, что могло мне заменить семью. Вступить в клуб любителей машин, или там пойти поиграть в группу, или создать свою собственную семью. И я думаю, вот клуб автомобилистов мне очень в этом помог. Как сделаны машины и музыка – это почти одинаковые вещи. Сейчас одна из больших глав моей жизни как бы и заканчивается. А это возможность создавать с Риком Дорном одни из самых наикрутейших машин, о которых я мог только мечтать. Мы добрались до создания таких старых шедевров, как Zephyr, 36-й Ford. И мы с них делали совершенно новые машины, как 53-й Skyline. Это машины-исторические иконы, и мы внесли свою лепту в это. Это машины для шоу. На них можно ездить, но также на них очень-очень приятно смотреть. Они произведения искусства. Но сейчас они сидят в моем гараже в Северной Калифорнии, и я просто хочу, чтобы больше людей на них посмотрело. Я уже взял из этих машин все, что я хотел. И в этом смысле, Питерсон музей, понятно, что это пик любой коллекции автомобилей в мире. И я считаю, что это честь для меня поучаствовать в этом. Это круто отдать их на выставку, чтобы вдохновить кого-то. Или чтобы какой-нибудь пацан сказал, круто, конечно, но я могу лучше сделать. И это то, что мне хочется увидеть. Когда-то мы все были молодыми, и никогда не знаешь, откуда может прийти твое вдохновление. Как для меня было интересно узнать, что делает мой отец, пропадая целыми днями в гараже. Или слушать песню, пытаясь понять, как же ее написали. Или взять гитару, стоящую в углу у тебя дома, начать на ней что-то обрынчать, и вдруг ты одержим чем-то. Ты полюбил что-то, и у тебя появился новый смысл жизни. Поэтому быть частью музея имеет смысл. И я горжусь быть частью этой семьи. Субтитры создавал DimaTorzok